Тем временем в Киевском районном суде города продолжили допрос потерпевших в рамках дела о пожаре в лагере Виктория. Информация во многом повторяла уже известные факты, но на этот раз помогла точнее определить временной отрезок возникновения пожара. Благодаря тревожному звонку участницы ансамбля Амины Ибрагим своей матери. В 11.33 раздался телефонный звонок. Дочь нала трубку и через буквально секунду включила громкую связь. Мы услышали сильный треск, крики детей, помогите. Шум сильный. И потом голос Татьяны Олеговны. Амина бросает телефон, прыгай. На этом связь прервалась. Сколько мы кому звонили, ни один телефон уже не отвечал и мы поехали в лагерь. Женщина рассказала, что если потребуется, то предоставит суду распечатку, подтверждающую входящий звонок от внучки в 23.33. Защита Саркисяна вновь напомнила, что по результатам экспертизы срубы были обработаны совсем другим веществом, нежели указанным в смете. Кроме того, адвокаты попросили прокурора озвучить вероятную причину разбирания. Резко против такой формулировки один из адвокатов потерпевших. Он говорит, что обстоятельства обнаружения кипятильника противоречат законодательству. Составлен по результатам проведения осмотра места происшествия, проведенного фактически не санкционировано сотрудниками самого коммунального учреждения «Виктория», что подтверждено в ходе допроса потерпевшего Мазура по поводу видеозаписи, соответствующей которой в дальнейшем судебное заседание будет предоставлено. А также в результате изъятия каких-то элементов нагревательных приборов, которые до этого предшествующими трехдневными осмотрами места происшествия выявлены не были. Более того, Николай Стоянов убежден, что заключение составлено заинтересованным лицом, потому попросил не считать документ реальным доказательством. Уже через неделю на следующем заседании суд должен решить, привлекать ли психолога к участию в допросах пострадавших детей.